Дорогие друзья, мы с вами говорили о том, как вам лучше зарегистрироваться, кем вам лучше стать, каким субъектом предпринимательства. Но, как показывает практика, в большинстве случаев любому предпринимателю, каким бы талантливым, каким бы успешным он ни был, не обойтись без одного из основных ресурсов, который должен быть всегда под рукой, это, конечно, персонал, это работники. Один из самых, честно говоря, неудобных ресурсов, потому что работники просят повышение зарплаты, работники просят каких-то для себя благ, компенсации, премии и так далее, но без этого ресурса никак не обойтись. Поэтому мы с вами сейчас поговорим о законодательных аспектах, которые регулируют порядок найма персонала, найма работников, оформление различных действий, связанных с осуществлением трудовых отношений. То есть мы сейчас с вами от предпринимательского кодекса логично переходим к трудовому кодексу, знать который хотя бы в основных его, так сказать, реперных точках должен, наверное, каждый предприниматель, каждый будущий бизнесмен и действующий бизнесмен. Первые принципы, на которые опирается трудовое законодательство, они определены трудовым кодексом, это в первую очередь недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда. Свобода труда, запрещение дискриминации в сфере труда, запрещение принудительного труда и наихудших форм детского труда. Это тоже, в общем-то, один из таких основных постулатов. Обеспечение права на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. То есть любой предприниматель, открывая новое рабочее место и продумывая новое рабочее место, должен помнить о том, что любой привлеченный сотрудник – это дополнительное лицо, за жизнь и здоровье которого вы несете ответственность. Приоритет жизни и здоровья работника. То есть всегда для вас, в первую очередь, конечно, вы создавались для того, чтобы извлекать прибыль, но когда стоит выбор дополнительные деньги или жизнь и здоровье работника, конечно, второе должно преобладать. Обеспечение права на вознаграждение за труд не ниже минимального размера заработной платы. Но об этом, о минимальной заработной плате, о ее размерах мы с вами еще поговорим и о тех случаях, когда выплачивается работнику минимальная заработная плата. Обеспечение права на отдых. То есть работа работой, как говорится, но обед по расписанию. Война войной, обед по расписанию. Поэтому какие виды отдыха законодательством предусмотрены, вы должны их знать и строго соблюдать. Потому что мы, поговорив о трудовом законодательстве, о рамках взаимодействия с работниками, мы обязательно с вами поговорим об административной ответственности работодателя за неисполнение основ трудового законодательства. Далее, обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов. Как я уже говорила, предприниматели имеют право организовывать свои какие-то союзы, общественные организации для отстаивания и защиты своих прав. Это могут быть объединения на основе общей деятельности какой-то или по каким-то другим интересам. Точно так же и работники имеют право на объединение и защиту своих прав и интересов. Содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства есть моменты, которые при регулировании трудовых отношений невозможно осуществлять без участия государства. Государственное регулирование вопросов безопасности и охраны труда. Хотя я уже упомянула, что работодатель, а вы будущие работодатели, ответственен за жизнь и здоровье работников, но государство тем не менее постоянно об этом напоминает и строго старается за этим следить. Предвосхищая ваши удивления и возражения, причем здесь трудовое законодательство, когда у меня частный бизнес, я хочу вам сказать, привести такую историю. Когда несколько лет назад работая в частной компании и приходя к работодателю, к руководителю, я говорила об очередных каких-то изменениях действующего законодательства, которые мы должны у себя применить. У него были удивленные глаза и он все время, каждый раз приводил один и тот же аргумент. Причем здесь мы, мы не государственная компания, мы частная, причем здесь трудовое законодательство. Разные аргументы приводила и никак не могла достучаться до понимания и единственный аргумент, который, пожалуй, оказался наиболее действенным. Я сказала, хорошо, частное предприятие, вы едете на частном автомобиле по дороге, вас останавливает представитель дорожного патруля и говорит, вы превысили скорость, за это вы должны, допустим, штраф или еще что-то. Вы же не спорите с ним и не говорите, что у меня частная машина личная, поэтому я еду по дороге так, как хочу. Нет, не спорю, сказал он. Вот и здесь точно так же. То есть все предприятия, которые действуют внутри государства, их можно, так сказать, образно сравнить с участниками дорожного движения, где есть определенные правила. Если мы с вами этих правил соблюдать не будем, значит, то начнется хаос и неразбериха. Поэтому действие трудового кодекса распространяется на предприятия независимо от форм собственности, от размеров предприятия. И согласно определению действующего законодательства, трудовой кодекс распространяется на работников и работодателей, расположенных на территории Республики Казахстан, в том числе филиалы или представительства иностранных юридических лиц, прошедшие учетную регистрацию, если иное не предусмотрено законами и международными договорами, которые ратифицированы Республикой Казахстан. То есть, уважаемые друзья, зарегистрировались вы на территории Республики Казахстан, работаете вы здесь, вы здесь получаете доход от своей деятельности, поэтому будьте любезны помнить о том, что есть трудовой кодекс Республики Казахстан, и он имеет определенные к вам, скажем так, претензии и пожелания. То есть, вы, будучи собственником предприятия, вы точно так же можете, скажем, стать руководителем исполнительного органа, то есть, ну, директор ТО, предположим. То есть, вы уже наемный работник, вы получаетесь и основатель бизнеса, и его хозяин, и тут же вы уже наемный работник, и у вас имеются взаимоотношения, допустим, с вами как собственником, с вами как работодателем. Вот, то есть, уже другие, другая степень ответственности, другие права и обязанности. И третья ипостась, в которой вы выступаете на, значит, на, так сказать, на рынке, это работодатель. То есть, вы, являясь с одной стороны собственником, с другой стороны, вы являетесь наемным работником, руководителем исполнительного органа, вы нанимаете себя как собственник предприятия, но вы для тех работников, которых вы уже нанимаете для работы, вы являетесь уже работодателем. И здесь есть тоже разные степени свободы, разные степени выбора. Вот, и мы сейчас с вами поговорим о правах и обязанностях вас, как, уже как работодателя. Итак, права работодателей в Республике Казахстан. Первое право – это право на свободу выбора при приеме на работу. То есть, никто вам не вправе диктовать, кого вы можете принимать, кого вы должны принимать, кого не должны. По звонку ли это будет, по каким-то записочкам, да. Вы при приеме на работу прежде всего руководствуетесь потребностями своего предприятия и теми квалификационными требованиями, которые вы предъявляете к будущему работнику. Право изменять, дополнять, прекращать, расторгать трудовые договоры с работниками, но в том порядке, в котором это предусмотрено и установлено законами Республики Казахстан, в том числе Трудовым кодексом. Издавать в пределах своих полномочий акты работодателя, то есть приказы, положения, инструкции – это все акты работодателя, которые вы вправе издавать. Единственное требование, чтобы эти акты работодателя были в рамках правового поля, которое приемлемо для вашей деятельности и для вашего вида бизнеса. Создавать и вступать в объединение в целях представительства и защиты своих прав и интересов. Видите, вы как предприниматель можете состоять в какой-то общественной организации, вы как работодатель тоже можете вступать в какие-то организации, которые будут отстаивать ваши интересы уже как работодателя. Требовать от работников выполнение условий трудового коллективного договора, правил трудового распорядка и иных актов работодателя. Поощрять работников, применять к ним дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности в тех случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством Казахстана. Работодатель имеет право на возмещение прямого ущерба, нанесенного работникам при исполнении трудовых обязанностей. Конечно, здесь тоже есть регулятивные какие-то нормы, статьи. Мы не будем, конечно, сегодня с вами об этом говорить, но знать вы об этом должны. То есть есть какие-то рамки, в которых вы можете потребовать возмещение материального ущерба. Есть случаи, когда не имеете на это право. Работодатель имеет право обращаться в суд в целях защиты своих прав и законных интересов в сфере труда. Устанавливать испытательный срок работнику, то есть оценивать уровень его квалификации – это право работодателя. Мы с вами говорили, что никто не имеет права настаивать на приеме того или иного сотрудника в компанию. Это право работодателя. Но и испытывать работника – тоже право работодателя. При этом есть определенные тоже сроки. Обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку, повышение их квалификации в соответствии с действующим законодательством – это тоже одно из прав работодателя. Возмещение своих затрат, связанных с обучением, то есть имеет право на обучение работника, на его развитие профессионально, и тут же работодатель имеет право с работника в определенных условиях потребовать возмещения затрат, которые он понес для того, чтобы повысить профессиональный уровень сотрудника. На обращение за разрешением индивидуального трудового спора последовательно в согласительную комиссию суд в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан, но в частности Трудовым кодексом. Хочу вам в этой связи сказать, мы не случайно в том числе говорили о том, чем отличаются субъекты малого, крупного, среднего бизнеса друг от друга. Одно из основных отличий с точки зрения осуществления трудовых отношений – это наличие института досудебного разбирательства трудового спора, согласительной комиссии на постоянной основе на предприятиях, которые являются представителями среднего и крупного бизнеса. Но эта тема достаточно широкая, объемная, и я думаю, что мы с вами еще будем встречаться и об этом говорить. Ну а теперь о правах сказали, как я уже говорила, всегда любая медаль имеет две стороны. Если есть обязанности, если есть права, значит, соответственно, есть и обязанности. Что касается обязанностей, то работодатель в первую очередь обязан соблюдать требования Трудового законодательства Республики Казахстан, соглашений, коллективного трудового договоров и даже изданных им самим же актов работодателя. То есть те рамки законодательные, которые установлены для регулирования трудовых отношений, они написаны в том числе и для вас, уважаемые будущие предприниматели. При приеме на работу заключать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом. Мы с вами поговорим обязательно о порядке заключения Трудового договора, о его содержании. Требовать при приеме на работу документы, необходимые для заключения Трудового договора в соответствии со статьей 32 Трудового кодекса. О ней мы тоже с вами упомянем, чтобы вы знали, какие документы вы имеете право затребовать у будущего работника. Предоставить работнику работу, обусловленную Трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан. На этом мы с вами тоже обязательно заострим ваше внимание. Выплаты, определенные не только действующим законодательством, но и вашими внутренними документами, которые вы согласовали с работниками. Это Трудовой коллективный договор и ваши же собственные приказы. Ознакомить работника с правилами трудового распорядка иными актами работодателя, имеющими непосредственное отношение к работе, к трудовой функции работника и коллективным договором. То есть при приеме на работу вы в обязательном порядке должны работников ознакомить с теми внутренними документами, которые приняты вами в компании, для того, чтобы потом, в случае чего, с работником можно было и спросить. Если вы не сделаете этого на начальном этапе, то спросить выполнение каких-то обязанностей со стороны работника вам будет, в общем-то, не так просто. Рассматривать предложение представителей работников и предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров, заключения коллективных договоров, а также контроля за выполнением. То есть у нас с вами есть такое определение, как представители работников, оно закреплено трудовым законодательством, и именно они являются, могут являться инициаторами заключения коллективного договора, работодатель обязан с ними вести соответствующие переговоры. Вести коллективные переговоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан, заключать коллективный договор, то есть если поступила инициатива у заключения коллективного договора со стороны представителей работников, уклоняться от заключения этого документа работодатель не имеет права. Это административное нарушение, за что серьезные административные штрафы предусмотрены. Обеспечивать работникам условия труда, да, и к слову хочу сказать, что в Казахстане не требуется сейчас в обязательном порядке иметь коллективный договор на любом предприятии, только если есть инициатива. Обеспечивать работникам условия труда в соответствии с действующим законодательством, то есть с учетом, допустим, охраны труда, безопасности и так далее. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, которые необходимы для исполнения трудовых обязанностей. Предоставлять информацию полномоченному органу по вопросам занятости в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Выполнять предписания государственных инспекторов труда. Приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни и здоровью работнику, либо третьих лиц. Осуществлять обязательное страхование работников из бюджета и, собственно, страховать работников от несчастных случаев при исполнении ими их функциональных служебных обязанностей. Предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, обеспечить сохранность и сдачу в государственный архив документов, подтверждающих трудовую деятельность работников и сведений об удержаниях и отчислениях денег на их пенсионное обеспечение и обязательное социальное страхование. Это, наверное, для вас новость, что документы должны сдаваться в архив, должны, во-первых, вестись, должны храниться внутри организации. И если вы будете закрывать когда-то компанию, то вы должны сдавать все документы, связанные с трудовой деятельностью, в архивы. Предупреждать работников о вредных или опасных условиях труда и возможностях профессиональных заболеваний при выполнении работникам трудовых обязанностей. Принимать меры по предотвращению рисков на рабочих местах и в технологических процессах, проводить профилактические работы с учетом производственного и научно-технического прогресса, то есть вводить те технологии, которые минимизируют риски для жизни и здоровья работников. Вести учет рабочего времени, в том числе сверхурочных работ, работ во вредных, опасных условиях труда, на тяжелых работах, выполняемых каждым работником. Мы с вами об учете рабочего времени тоже немножко подробнее поговорим. Возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Беспрепятственно допускать должностных лиц, уполномоченного государственного органа по труду, местного органа инспекции труда, представителей работников, технических инспекторов для проверки соблюдения требований по охране труда и других проверок состояния безопасности, условий охраны труда в организациях и соблюдения законодательства Республики Казахстан. Кроме того, обеспечить беспрепятственный доступ всех этих лиц для проведения расследования несчастных случаев, связанных с трудовой и профессиональной деятельностью. Обеспечить введение реестров и иных документов, определяемых работодателем, в которых указываются фамилия, имя, отчество, если в документе оно есть, и дата рождения работников моложе 18 лет. Осуществлять сборы, обработку и защиту персональных данных работников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите. Осуществлять внутренний контроль и безопасность и охране труда. Вот, уважаемые друзья, мы с вами узнали теперь, какие права и обязанности дает действующее законодательство вам, как работодателям. Субтитры создавал DimaTorzok